МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередное нападение на Мону Лизу совершили в Лувре. Хотя, может, это было такое странное признание известной таинственной незнакомки в любви? Мужчина в парике подъехал к картине на инвалидном кресле и попытался разбить пуленепробиваемое стекло, которое защищает произведение. После этого он измазал это стекло тортом и разбросал вокруг лепестки роз. Охрана тут же задержала романтика. В процессе он кричал, что все это ради планеты. Как связана планета, джаконда и кондитерский крем предстоит выяснить правоохранителям. Не знаю, как вам, а мне после этой новости действительно захотелось тортик. Наливайте чай и делайте звук погромче. Сейчас я, Кристина Добровольская, расскажу вам самые актуальные и интересные новости города, области, страны и мира. В эфире «Ной неделька». Поехали! И начнем с поздравлений. Лето наконец наступило. А с ним вступили в силу различные законодательные изменения и новинки. О них и расскажем в дайджесте. Материальную ответственность для поджигателей повысили в 15 раз. Тех, кто любит играть с огнем, теперь накажут штрафом от 30 до 40 тысяч рублей. Оформить права на недвижимость станет легче и быстрее с 29 июня. Бумажная волокита перейдет на цифру. Архивы документов переместят в электронный реестр. Благодаря этому время, которое тратилось на передачу документов между ведомствами, сократится втрое. Чтобы поболеть за любимый клуб, футбольным фанатам придется оформить паспорт. На документе разместят фото и ФИО болельщика для быстрой идентификации нарушителей порядка на трибунах. Face ID сделает посещение матчей более комфортным и безопасным для всех участников. Проверить благонадежность турагента россияне смогут в Едином федеральном реестре. Чтобы не наткнуться на мошенников при покупке путевок, туристы при помощи телефона с легкостью получат доступ к данным туроператоров. Для последних регистрация в реестре будет бесплатной. Добавить парковочных мест планируют строители, которые занимаются берегоукреплением Зеи. По проекту их предусмотрено чуть больше десятка. После корректировки станет на полсотни больше. Заняться этим вопросом заказчику и подрядчику поручил мэр Олег Имамеев. На каком этапе масштабная стройка и как изменить внешний вид гидротехнического сооружения предложили специалисты, знает наш корреспондент. Масштабная стройка требует много рук. Тем более из-за прошлогоднего паводка подрядчику, который трудится над берегоукреплением Зеи, пришлось практически год работать в усиленном режиме. Итог не то, что отставаний от графика нет. Идут на опережение сроков. Сегодня второй и третий пусковые комплексы в сумме готовы на 90%. Осталось благоустройство. Все запланированное на нижнем ярусе выполнили. Поэтому большая вода больше не страшна. Но у строителей появились предложения, как доработать проект. Так как у нас берегоукрепление ничем не облицовывается, хотели предложить улучшение визуальной составляющей, то есть облицевать фасадной штукатуркой наружные моменты, то есть сделать аналогично, как сделано это на набережной Амур. На пятого штабчатка. Проработать вопрос и предоставить информацию по стоимости Олег Имамеев поручил руководителю ГУКС. Внести планируют и другие правки. Мы уже понимаем, что здесь мы делаем новую зону общественную. Здесь люди будут добираться, в том числе и на личном транспорте. А парковок у нас недостаточно. Рассмотрите тоже и подготовьте мне предложение по увеличению количества парковок. Что для этого нужно делать? Мы уже сегодня делаем увеличение парковочных мест. То есть их проектом всего лишь заложено было 14. Сейчас увеличили до 33. Заказчик уже обратился к проектировщикам для согласования. Ожидается, что после корректировки добавится еще полсотни парковочных мест. Предстоит подрядчику поработать и над озеленением, также установить малые архитектурные формы. К слову, по просьбе благовещенцев здесь обустроят место отдыха у воды. По поводу пляжек, вот именно как статус пляжа, пока вопрос подвешен, потому что там с ГИМСом определяем вопрос, там влияют различные факты, в том числе и течение, кривизна реки и так далее. Но место отдыха будет, да, у нас место отдыха будет как раз на этом участке, будет завезен речной песок и появится еще одна площадка для отдыха наших горожан. Что касается первого пускового комплекса, то сдать его полностью, включая благоустройство, подрядчик должен в 2023 году. Рисков отстать от сроков, по словам главного инженера, нет. Самым лучшим на земле и самым комфортным на Дальнем Востоке назвали Благовещенск мэр Амурской столицы Олег Имамеев и губернатор региона Василий Орлов. 2 июня областной центр встретил 166-летие. Он основан в 1856 году как Уздейский пост. Поздравлять город Благой Вести начали у памятника казакам-первопоселенцам и у монумента отцам-основателям. Освоение дальневосточных земель начиналось именно с этого места. И мы должны отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни закрепил навечно эти земли как российскую территорию. И поэтому 2 июня мы всегда приходим сюда, возлагаем цветы и гордимся тем, что наш город самый лучший город на земле. Благовещенск, на мой взгляд, является самым комфортным городом на Дальнем Востоке. А для каждого из нас он является еще и самым лучшим городом на земле. В Благовещенске сегодня большой объем строительства, строятся мосты, жилье, дороги, школы. Но много еще, конечно, нам предстоит сделать. Месяцами не видят родных, общаются на особом языке, чтят традиции, заложенные Петром Первым. Все это об амурских пограничниках. Многие из них профессиональный праздник встретили на посту. А вы когда-нибудь задумывались, как служат и живут на сторожевых кораблях часовые родины? Знаете, что такое подволок, как заправить коечку по белому и кому приходится есть масло? Обо всем этом эксклюзивно для зрителей города 24 в репортаже Кристины Слепцовой. Навигацию амурские пограничники открыли 7 мая. Традиционно экипажи провожали с пожеланиями 7 футов под килем и жаренными поросятами. Ну а сегодня мы побываем в святая святых корабля, который охраняет государственную границу. Узнаем, как устроен быт, что сегодня на обед и как новичков посвящают моряки. К месту дислокации сторожевого корабля доставляет катер. Судно стоит в зоне патрулирования. Традиционно первыми в дозор ушли лучшие экипажи. Одним из них руководит командир Евгений Михайлов. Это место на корабле узнают по запаху. Небольшая кухня, где трудится повелитель супов, котлет и салатов. Шеф-повар Олег Вольский кормит личный состав четвертый год. Его пригласили после окончания Благовещенского техникума. Первое время боялся пересолить блюдо или не угодить команде. Сейчас волнение ушло. Ответственность осталась. От него зависит настроение экипажа. Сегодня на обед суп гречневый, макароны со свининой, салат витаминный. Все успевает благодаря четкому распорядку дня. Встаю где-то полше стола утра, начинаю готовить завтрак, накрывать стол и все, чтобы ребята встали, позавтракали. Я все убираю и начинаю потихоньку готовиться к обеду. Словите это меню. То есть, если что-то не сильно сложное, то можно немножко отдохнуть. За свои старания шеф ежедневно слышит спасибо. Журналистам же члены экипажа рассказывают, когда приходят на сушу, просят жен готовить борщ. Он неплохо получается у Олега, но домашний – это другое. Экипаж шутит. Нарядов у них больше, чем у голливудских звезд. Кроме формы 3 есть еще 2, 4, 5 и 6. Чаще носят рабочую. Наблюдение за обстановкой на реке круглосуточное. Дежурят по 4 часа. Романтика, говорит старший боссман Игорь Шаров, который на вопрос, давно ли служите на этом корабле, шутит. Не так давно. Всего 21 год. Классно все. Скажем так, во-первых, ответственность. Ты понимаешь, что ты нужен. Ты маленький винтик в большой системе охраны с границей. Пришел я с ручником. Действительно, это было очень давно. Первый раз так далеко от дома был. Я сам родом с Рязани. Было непривычно. Потом втянулся. Перешел на контракт. Получил за ней мишму. Все, служил. Игорь Шаров признается, что экипаж – это одна семья. Несмотря на то, что проводят вместе неделями 24 на 7, общаются и на суше. Корабль для них можно назвать вторым домом, причем со своим особым укладом и языком. Вместо стульев – баночки, стол и табак. Вместо потолка – подволок. А еще шкафчики, компас и коечки. Последние даже заправляют особенным способом – по-белому. Командует всем этим царством Евгений Михайлов. У него за плечами три океана, восемь морей и множество интересных историй. Строение экипажа идет. Свидетельство вручаем. Экипаж так строится. Торжественную речь, говорим, выпивает плафон. Плафон морской воды, омывание от пыли, вручение особого свидетельства. Такой обряд проходят все вновь прибывшие члены экипажа. Традиции здесь соблюдают строго. Например, если у кого-то из личного состава рождается девочка, он купается за бортом. Мальчик съедает кусок сливочного масла. Ей в запасе командира и невеселые истории. Понервничать заставляют владельцы маломерных судов и отдыхающие. Случай был, допустим, в прошлом году. Это судно, маломерное плавсредство, выходит в пограничную реку без государственного флага. Хотя по правилам пограничного режима он при входе в пограничную реку должен его поднять. Ну, как бы, на этом мы обращаем внимание. Спасаем, как бы, за период навигации очень много. Также отдыхающие, которые, ну, в основном купаются в необорудованных местах, с использованием приданных катеров, мы ошляем их спасание. Как бы, с летальным исходом еще ни одного случая не было. С нарушителями границы делится командир, встречаться не приходилось. Во многом это зависит от правильной расстановки сил и бдительного несения службы. Евгений Михайлов рассказывает, на корабле никто никому не мешает. Даже передвигаются по расписанию. С кормы на нос по правому борту, с носа на корму по левому. И когда каждый знает, что ему делать, тогда и граница на замке. К дню защиты детей судебные приставы сделали необычный подарок. Тем малышам, чьи родители немного позабыли о своих обязанностях. Я имею в виду должников по алиментам. Во властной столице на контроле 2600 исполнительных производств. К некоторым злостным неплательщикам приставы нагрянули лично. Подробности в сюжете. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает законно. К этому мужчине судебные приставы пришли в 7 утра не случайно. Благовещенец не платит алименты. Ему не раз присылали письма с требованием прийти в отделение, но он их проигнорировал. Поэтому в 7 утра отправляется не на работу, к приставам. Перед камерой мужчина всячески прикрывает свое лицо. Разговорчивость проснулась только во время тет-а-тет с судебным приставом-исполнителем. А возбуждение стольки на производство вам известно о официальном алиментах платежей? Известно. Алименты оплачиваете? Чуть-чуть. Нет. По какой причине? Судебный слух. По временной торопатке. Долг по алиментам у мужчины приличный – больше 100 тысяч рублей, так как у него в собственности нет никакого имущества, арестовать приставы ничего не могут. В таком случае применяют другие меры. Как правило, обязательные работы. Обязательные работы, то есть также выдается направление после того, как вступила в законную силу, должнику выдается направление к месту отбывания обязательных работ. И должник должен их отрабатывать, также не уклоняясь. Этого должника оштрафуют. Протокол на него составили за неявку к приставам. Тех, кто получает административку, отправляют на предприятия города. Места для злостных неплательщиков всегда есть в ГСТК. Сейчас в двух подразделениях работают четыре человека. В основном у них подсобные работы. Это у нас благоустройство территории, либо уборка территории. Это что-то покрасить, где-то что-то подмести, подремонтировать, лавочки. Это ежедневный контроль. То есть мастер, либо заведующий какой-то, которому поручается данный человек, он ежедневно на него составляет табель. Назначить должника могут до 500 часов обязательных работ. Чтобы смотивировать платить алименты, есть и другие меры. Арест имущества, квартир, авто, ограничение выезда за пределы страны. Вступили в силу изменения в законодательство в части ужесточения по уголовной ответственности. На сегодняшний день должник при условии частичной оплаты алиментов также может быть привлечен к уголовной ответственности. То есть сумма по алиментам должна оплачиваться в полном объеме, в том размере, который был установлен по решению суда. Уголовная ответственность грозит злостным неплательщикам, которых до привлекали к административной. Наказание вплоть до лишения свободы. Благовещенский предприниматель занялся импортозамещением. Покорпеть над созданием металлической конструкции для гидромолота ему пришлось по просьбе клиента. Заказать такие сейчас невозможно. Об этом руководитель компании рассказал мэру Олегу Имамееву. Градоначальник обсудил с бизнесменом, чем могут помочь власти и в каком направлении он планирует развиваться. В темном цехе царит мужская атмосфера. Здесь работают с металлом. Компания проектирует, изготавливает, монтирует металлоконструкции любого типа. Занимается также устройством сетей, теплоснабжением. Помимо этого производит мебель, малые архитектурные формы и многое другое. Весь цикл помещается в двух боксах. Здесь именно все дерево собирается. Сейчас делаем гамак из бруса. Здравствуйте. Большой. Вот, также лофт мебели здесь. Чан обшивался тоже. Такой мини-столярный цирк. В Благовещенске генеральный директор компании Павел Образцов трудится всего 4 года, но за плечами уже серьезный опыт. Например, Сибуровская баскетбольная площадка на набережной и их работа. Кроме этого, предприятие трудится и для других городов региона. Вот эта рама, которая красная, она иностранного производства. И сложности при заказе сейчас разместили. И он нам просто ее выкивал. Мы делаем сейчас копию немножко модернизированного стиля. Ух ты. Ну, то есть импортозамещение. Ну, да, да. Это очень серьезный момент. На то, чтобы повторить и даже улучшить зарубежную деталь для гидромолота, у рабочих ушло чуть больше полутора месяцев. Олег Мамеев отметил импортозамещение сегодня в центре внимания. И дает для предпринимателей большой толчок к дальнейшему развитию. Бизнес перспективный, позволяет снизить зависимость от иностранных поставщиков. Вы только работаете по проектным чертежам. Или вот вам привезли, нету ни проектов, ни бумаг. Вы сами измеряете и прямо с нуля делаете, да? Стоите копию полностью, да, и делаете? Полностью чертежи делали, мы ее усилили еще немножко. И согласовали с заказчиком. Ну и все, и вот, конечно, согласился. Руководитель рассказал, мэр увидит большие перспективы развития бизнеса. В планах увеличить масштабы производства, закупать новое оборудование и выходить на новые рынки. В том числе на экспорт. С такими предпринимателями, заключил Олег Мамеев, никакие санкции не страшны. Бодрящий душ, пятак в ботинке, вход в аудиторию с правой ноги. Современным благовещенским школьникам все эти приемы знакомы. Многими они пользуются, чтобы сдать ЕГЭ. Но в первую очередь несут в аудитории знания. Наш корреспондент Екатерина Борисова решила узнать, как ученики готовились к экзамену и носят ли они шпаргалки. Ребята, самое главное, не переживать, настроить себя, успокоиться и верить в лучшее, что вы сможете все написать, все сделать. Раз. Не падать в панику. Паниковать эти школьники и не собирались. Их уверенности можно только позавидовать. Большинство даже на удачу не полагаются, только на знания. У меня каких-то обрядов таких нет. Ну, то есть я уверен в своих силах. И все. Пробный сдавал два месяца назад. Там, в принципе, был результат 70 баллов. Думаю, сейчас 80 должен написать. Матвей Ловчев стремится набрать сотку, поэтому дополнительно занимался с репетитором. Перед самим экзаменом считает важно выспаться и позавтракать. Вообще, выпускник старается постоянно соблюдать режим. Мечтает стать военным. Правда, я сегодня поспал только часа три, наверное. Не мог уснуть вообще. Ну, помыться, принять душ бодрящий, покушать, чай попить. Ну и все. Чувствовать себя комфортно перед экзаменом. Сочинение. Главное, чтобы текст хороший попался, понятный. И все. Ну, а так, тестовая часть вся легкая, считаю. Есть среди экзаменуемых и те, кто в тревожные минуты резко стал верующим. На шпаргалки и телефоны никто не надеется. На входе досмотр. Школьники шутят. Лучше лишний раз повторить, чем написать шпоры. Но пятаки в ботинке через металлоискатель все же проносят. Расскажите, какие-нибудь, не знаю, приметы есть у вас, чтобы сдать хорошо. Я монетку положила в башмату. Всего испытания великим и могучим сегодня прошли 109 учеников Алексеевской гимназии. Рассадить их по аудиториям в этом году было попроще. Вернулись к доковидным 15-ти вместо 9-ти человек. Кстати, в этом году изменились и требования к баллам. Чтобы получить аттестат, нужно набрать минимальное количество 24 балла. А чтобы поступить в ВУЗы по русскому языку, нужно набрать 36 баллов. Также есть изменения в критериях оценивания. Если в прошлые годы допускались пунктационные ошибки от 0 до 3, и ребята получали 1 балл, то сейчас от 0 до 2. Результаты сегодняшнего испытания опубликуют 17 июня. До этого школьники сдадут и другие экзамены, в том числе обязательную математику. Завершится волна ЕГЭ 21 июня информатикой. Люди в форме. Городские и областные чиновники сменили деловые костюмы на шорты и футболки, чтобы сойтись в товарищеском футбольном матче. Со стадиона игроков и зрителей выгнал дождь. В 2021-м сборные сыграли в ничью. В этот раз одна из сторон оказалась немного сильнее. Смотрим. Шпильки на поле не пострадали. Туфли и деловые костюмы сотрудницы мэри отложили в сторону. Вместо этого написали кричалки и сочинили десятки песен. Поддерживали городскую сборную так, что, казалось, утром разговаривать не смогут. Нам соперник ни почем, потому что мэр с мячом. Скандировали болельщики. Олег Имамеев вышел в первые минуты. Он игрок непрофессиональный, как и остальные на поле. Вечерние тренировки перед матчем не прошли даром. Горожане давали отпор соперникам практически весь первый период. Пропустили гол только к концу 20-ти минутки. Болельщиков это только раззадорило. Трус, да они играют ни в хоккей, ни в футбол. И очень хорошо, что вот такие матчи, дружественные матчи, товарищеские, становятся уже доброй традицией в городе Благовещенске. А как вот у болельщика на свою команду? Сердечко живое? Конечно, конечно, еще как. Забываешь все слова, которые выучил, как болельщик. И просто следишь за игрой. Противники команды правительства региона во главе с министром спорта периодически пытались взять ворота города нахрапом. Убили по несколько раз подряд, но мэрия перехватывала мяч. Несмотря на постоянный прорыв и атаки сборной города, не удалось поразить ворота соперников. Победу одержала область. В лидерах, вероятно, им не придется ходить долго. Олег Имамеев предложил матч-реванш. Коллеги не отказали. Конечно, был хороший праздник. Праздник футбола, праздник единения. Мы очередной раз показали, что мы спортивный город. Независимо от того, кто где работаем, все находим время для спорта. Сегодня, конечно, была игра. В игре всегда есть победители и проигравшие. В этот раз роль проигравшим досталась нам. Значит, есть к чему стремиться, есть к чему добиваться. Я думаю, что в следующем традиционном нашем матче мы обязательно победим. Мы сейчас в рамках правительства собираем заявки от министерств, какие бы виды спорта хотели бы культивировать сотрудники. Будем предоставлять стадион Амур. У нас там есть площадки по баскетболу, волейболу, легкотлический сектор. Поэтому, если будут желания и возможности, то обязательно мы будем и другие виды спорта подтягивать вот такие, еще раз повторюсь, дружесные товарищеские матчи. Пятиминутная пробежка может с легкостью заменить антидепрессанты, уверяют ученые и врачи. Поэтому, если вдруг чувствуете, что стресс не отступает, надеваем кроссовки и вперед, убегать от депрессии. Тем более, что у такого полезного занятия даже есть свой персональный день в году. Международный день бега отмечают 1 июня. Только в Благовещенске им увлечены тысячи человек. Хотите к ним примкнуть и покорять дистанцию за дистанцией? Тогда смотрите наш сюжет и узнаете, о чем нужно позаботиться начинающим бегунам. Романтическим прогулкам молодые супруги Сергея и Дарья предпочитают пробежки. Их история любви началась с совместных состязаний. Друг за другом они бегают вот уже два года. На тренировках и соревнованиях пара всегда вместе. Есть и семейные спортивные традиции. В свой день рождения, 4 января, Сергей пробегает кросс по количеству лет. Дарья сопровождает мужа на машине. Отпуск тоже выбирают спортивный. В прошлом году мы выезжали в Приэльбрусе. Был забег трейловый по горам с красивыми видами. И эта дистанция была 24 километра. С набором высоты 2000 метров. В этом году мы ездили в Сочи. Бежали разные дистанции. Сергей поучаствовал в чемпионате России по марафону. Очень хорошо выступил. Я бежала короткую дистанцию. Популярность беговое движение в Благовещенске начало набирать в последние годы. Особенно у горожан возраста 35+. Неудивительно, отмечают тренеры, заниматься бегом можно где и когда угодно, в компании и самостоятельно. Пробежки способны существенно продлить молодость и укрепить здоровье, если подходить к ним с умом. Вначале надо под руководством тренера. Он поставит технику бега, нагрузку распределит. Начинать надо равномерный бег, так, чтобы человек мог во время бега разговаривать. Вот с партнером бежит, он разговаривает, и пульс у него невысокий. Но перед тем, как начать тренировки, стоит посетить врача и узнать о своем здоровье. Противопоказаниями к бегу могут стать сердечно-сосудистые заболевания, опущение внутренних органов, серьезные проблемы со зрением и хроника в стадии обострения. Внимательным нужно быть и тем, кто желает с помощью бега похудеть. Самый первый мой совет – это взять калькулятор и посчитать свой индекс массы тела. Это вес в килограммах разделить на рост метр в квадрате. В том случае, если ваш индекс массы тела 25 и выше, это значит избыточная масса тела, или 30 ожирения, бег вам противопоказан. То есть вы начинаете со спортивной ходьбы. Тщательно выбирать стоит обувь и покрытие для бега. Тротуарная плитка и асфальт – не лучший вариант. Бег по земле принесет куда больше пользы. А еще новичкам медики советуют правильно подбирать плейлист для пробежек, чтобы ритм музыки задавал верный темп бега и помогал держать пульс в районе 120 ударов. В Подмосковье мать пожаловалась в полицию на собственного сына, потому что тот, по ее мнению, слишком много времени проводит за компьютером. Сделать за 22-летнего геймера первые шаги к взрослению мама решила кардинально. Сообщила, что он, внимание, уклоняется от военной службы. Она принесла силовикам бумагу и попросила принять меры. Теперь качать своего персонажа парню предстоит уже в реальности. И вы, друзья, не тратьте время на виртуальный мир, когда вокруг столько интересного. На этом, ну и неделька, точно все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok